наш сегодняшний день это будет знакомство с торговыми центрами с магазинами супермаркетами мы в торговом центре в большом мы зашли не особо центрального входа наверное какой-то черный вход был попали сразу же на супермаркет пойдем дальше по торговому центру потом гулять там много этажей шмоток там стандартный торговый центр будем снимать рассказывать что мы видим здесь вот очень огромный классный супермаркет конфетки которые мы покупали когда десерт национальный какой-то да такая пластилиновая штучка и внутри начинка сладкая немножко кого-то соуса что ли варенье такого я на кокосовой стружке очень круто в таиланде похоже чтобы тоже ели передового цвета воли очень запала это в душу это ананасы не их место у них ананасы маленькие это какие-то привозные ананасы очень уж они крупные это не спелы с ананасами не особо на бари сложилось для нас немножко конечно расстроились на это несущественный минус вдвойне окупается все другими фруктами классный супермаркет большой огромный выбор десерты йогурт и молочка нормально классно с манго с драгонами с мангустинами с саусе по не тут просто тьма кстати лула галатка мы сегодня спрашивали у местной барышни там искали мопед зашли в состав недалеко от нас была гостиница барышни которая держит там маленькое заведение отельчик да она говорит что лувак чаще всего здесь фейк поделка не настоящий в маркетах она говорит может быть на плантациях там его выращивают там есть шанс как бы купить настоящий и он очень дорогой а то что вы видите в маркетах ну собственно как и везде наверно по всему миру популярное что-то местное чаще всего это все очень дорогое будьте бдительны и не ведитесь на шару шары в жизни не бывает даже есть маленькая аптека косметики крема не маленькие стенды мировые бренды есть по алкоголю вкратце скажу алкоголь в принципе не дорогой пиво это все импортная вот собственно как они кин сколько стоит то так чисто любителям бухнуть до информация это местное пиво одно из самых популярных или самая популярная наверно вот на него собственно лицами таблеточки короче если у вас болит голова фасованные таблетки не первый раз замечаем вот они боли в позвоночнике даже есть вот для женщин смотрите есть вот они фасованные по несколько штук наверное очень дорогая в плане медицины очень дорогой мы еще дальше расскажем подробнее немножко медицине на бали очень дорогая медицина поэтому если вы будете ехать самостоятельно я рекомендую настоятельно рекомендую страховку хорошую делать на всякий случай это не так дорого в принципе и перепломбировать все зубы у вас стране потому что здесь стоматология ну практически никогда не входит она в страховку поэтому стоматология очень очень если вы надолго сюда едете про зубы побеспокойтесь заранее потому что здесь все очень дорого вы просто в тысячах долларов все измеряется медицина если мелкие какие-то даже мелкие операции стоматология очень дорого то есть страховка обязательно потому что даже любое там поцарапина вам наложить там один шок вы заплатите 200 долларов минимум дорого вот примерно как выглядит торговый центр три этажа он очень длинный пойдем дальше гулять здесь есть все да наше любимое мороженое одно из очень мороженое вкусное там ассортименте вообще круто светильники очень на классно тучки же мне понравились . как будто все грозовые красиво да пойдем на второй этаж посмотрим что там 2 3 еще у нас впереди суши есть для любителей роллов я прям не знаю тут такое все вкусное или такое все красивое не чтоб пошопиться на шмотки посмотреть у нас все еда еда вот эти вот магазины обожаю классные бренды собраны у нас пойду кепки мерить довольно таки и там кажется парни сидят красятся нормально азия как она есть как бы не потеряется в этом году а есть вот такие магазины где собрано все все виды товаров просто канцелярия книги одежда рюкзаки туристические для принадлежности электроника у нее сзади спорт товары игрушки все просто в одном магазине есть все всеми рекомендую попробовать такой блинчик то и вот такие часто продаются блинчики на ночных рынках очень вкусно и хрустящие разнообразными начинками с фруктами с начинками сладкие блинчики цены 20 30 тысяч в районе стоит вот он добавляет шоколадное что-то черничное можно добавлять любые фрукты очень вкусно и не сильно питательное такое лакомство десерт цены на десерты можно посмотреть примерно взрыв мозга для детей здесь точно будет весело и есть чем заняться есть отдельные точка я не знаю где много собрано развлечений автоматов электроника берем электроника еще посмотрим а мы здесь были уже мы здесь были мы отъехали далеко от того торгового центра который назывался 21 level или 21 level и подъехали к другому торговому центру который называется мол боли поехали посмотрим что-то новый магазин первый этаж тупо шмотки 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 и ничего другого кроме лан очков каких-то там бижутерий на одежда очень много пока не очень интересно первый этаж вообще ни о чем такое ощущение что реально акцент на школьника все второй этаж то же самое то же самое с матью вот если вы вдруг надумаете сюда ехать будете неподалеку узнайте что здесь одна одежда по сути сейчас мы поднимемся еще есть пару этажей вверх это второе но я не вижу смысла идти дальше мне интересненько нам бы по кофе что-то попить ну мы только что перекусили заказали их местные суши в предыдущем торговом центре вообще такой дерьмо извините полито майонезом таким слоем мы майонезу только там грамм 100 наверно сошкребли сверху невкусная внутри непонятная начинка рыбы никого нету ну такое цена конечно в районе 30 тысяч вот мы и повелись наверное на цену ну вот это для детей так понимаю мол вообще наверху есть еда судя по слову food а здесь уже обувь но этот запах китайской дешевой обуви да ну я так понимаю это по типу детского мира здесь обувь и спортивная одежда вот в той стороне жена уже с ума сошла я смотрю электроника есть бытовые товары сейчас посмотрим что там есть продукты дальше есть такое все в одном называется маркет продукты пошли ну блин какое-то такое все ощущение что все куда дешевая как-то в маркете некомфортно все компактно минимум всего ну странный торговый центр я бы сюда точно второй раз бы не приехал разве что прям вот рядом мимо него проходила нужно там что-то купить перекусить ну вот и весь продуктовый отдел даду ну все сейчас выше поднимемся посмотрим третий этаж мол боли развлекательные все для детей другая часть есть электронный магазинчик маленький музыкальный магазин сзади меня салон красоты все остальное это еда уголок просто еды вот собственно и весь торговый центр а вот еще один салон есть цены на услуги и так мы немного отъехали от торгового центра от последнего моли мы не моли а мол боли короче говоря немножко разочарованных чувства потому что он вообще себя не представляет и мы чтобы немножко себя порадовать приехали в названии слушайте сейчас барабанная дроп лапанган маргарана все маргаринка мы его проезжали как-то это было вчера мы ехали с двух дворцов двух парков красивенных проезжали мимо этого парка мы в него не заезжали поэтому я себе оставил локацию чтобы сюда вернуться катаясь на байке что привлекло нас сюда так это вот это вот сооружение очень большое масштабное такое сооружение мы на территории не попадем видим ворота закрыта конечно все поближе подойдем поснимаем парк очень большой красивые выстриженная травка зеленый ландшафт можно посидеть подумать помечтать нравится пупу там ничего так красиво да здесь врата конечно закрыты как будто врата в другой мир короче в измерениях в фильмах про Лару Крофт показывают расхитительница гробниц Лару Крофт здания вот эти старинные такие в мху покрыты такие ну а Лару Крофт снимали как я понимаю как минимум одна из частей снималась в Камбодже как храм называется Анкор Ва Анкор Ва да один из древнейших храмов которые там поглотили прям уже корни деревьев растительность природа очень там красиво мы туда планируем мы будем поглощать вот это ее растительность поглотила а мы зеленые вот такие козюльки будем поглощать ты согласен поглощать козюльки? да я пошел на какие-то крики думал что здесь здесь оказывается тоже вот этот их национальный танец кичак в этом парке так же происходит ты думал что это конкретно вот какую-то толпу китайцев которых привезли вон то есть парк не просто парк да можно даже на театральное какое-то шоу сюда попасть вон Оля сидит мечтает оставлю еще точку на этот рынок он находится в Чангу много фруктов много овощей есть рыбка небольшая вот пару точек я смотрю небольшой там ассортимент рыбы но тем не менее сейчас поздно мы думали этот рынок уже закрыт местный человек нам сказал что этот рынок после 11 нет смысла посещать потому что половина всего будет закрыта ну собственно почти все открыто сейчас и сейчас часов сколько? 4 уже сейчас около 4 часов есть овощи есть даже лавка какая-то с сувенирами вон там она находится вот всякие ароматические палочки есть даже что покушать маленькие ворунки такие вот так овощи, травы, зелень и сейчас трубки покажем вот мне нравится рынки мне нравятся страны где ты поехал на отдых ты поехал в путешествия и там таких как ты нету которые что-то тебе подсказывают ты идешь там что-то снимаешь но они тебя исправляют или там еще чего ну ты приехал в страну здесь должна быть местная обстановка культура люди вокруг все должны быть местными вот фруктов очень много фруктов мангустин 50 тысяч килограмм это хорошая цена для мангустина мы покупали по 4 чем-то это была хорошая цена у нас в магазине он стоит 9 чем-то почему-то мангустин магазин у нас дорогой ну и как мы можем наблюдать цен вообще нету на рынке нету цен мангу стоит 30 мангу 30 тысяч и на нас это хорошо наблюдают какие-то все со скучными минами короче говоря цен нету и нам как туристам всегда завышают цен это точно я предлагаю взамен торговаться с ними быть наглее но что делать не люблю наглость вот не люблю в крайней степени наглость но здесь она должна быть у вас чтобы иметь более-менее адекватные цены будем что-то брать передавили шлемы доволя поддевает под низко сыночка чтоб не выпачку это шлемы дают не супер чистая поэтому я уже как-то мангустин 50 тысяч он мега вкусный фрукт у нас он ну в топ двойке в топ меня он топ-1 если честно только ты потом больше вычистить потому что я когда чищу у меня потом пальцы все желтые потом невозможные космы ну окей с фруктов что-то можно покупать по крайней мере здесь есть ассортимент и они свежие еще то можно выбрать я охочусь на ананасы я не могу найти хороших ананасов чтобы они были спелы и как минимум по хорошей цене как торги проходят 30 мы взяли сначала он говорит 25 я говорю давай два кило за 20 то есть за 40 мы взяли 40 тысяч руки два кило манго хорошая спелая вкусная манга крупный сорт круто с ананасами проблема у него было много ананасов но не все зеленые и он говорит закончились нет чтобы кушать сейчас нет ананаса и ананасы стоили 60 тысяч за килограмм дорого блин она с ананасами общиниства духа у них обидно немножко конечно ну как то так . оставлю хороший рынок и рекомендую за приезжать с утра ну до обеда да окей мы после обеда и на что-то еще работает что-то еще открыто можно приобретать дарится окей увидимся вот в райончике где мы живем есть вот такие вот точки их по улице довольно таки много встречается если могут предложить всевозможные экскурсии вот мы с решили как бы видео снять рассказать и самим поинтересоваться сколько-то стоит у нас все время остается возможно мы еще куда-то съездим что-то посетим ага тут и цены указаны кстати вот такой не интересный взрослый миллион пятьсот пятьдесят вот такое погружение например миллион триста на яхте что там входит потом входит но это взрослая цена и для ребенка вот так вот это все выберет фуа ван дэйс а я не да ну запринь и дайс ну запринь это дело случаем и так и узнаем вот и так и слан 1 день, 1 день, только кид. Это можно посетить на пляже. Разные пляжи, это по-другому. Это по-другому. Да, по-другому. Это по-другому. 1 350 000 стоит посетить остров Нусапенида. Несколько пляжей, там целая программа. Это на один день экскурсия. Начинается в Инсуиньяхе. Ага. Вот Чангу, Джимбарана. Можно стартануть с Семеняка, с Джимбарана, с Чангу, с Нусадуа, с Санура, с Кут и с Легиана. В 10 часов вечера вас привозят домой. Утром вы выезжаете с Семеняка и можете брать такую экскурсию. Человека 1 350 000 за одного. Ну, в принципе, это неплохая цена. Это где-то примерно 100 долларов, да? С Человека. У вас будет только ланч, дрейн, туристические билеты будут на пляже, собственная машина. Короче, да. Вас проведут бесплатно на пляже, которые будут платные. Вас накормят, вас напоят. Для Ютуба. Да, на Ютубе. Посчитайте, есть ли у вас свободные деньги и есть ли у вас есть свободные средства на это, почему бы и нет. По-моему, классный вариант. Возможно, я над этим думал, пока не видел. А вот есть два дня, оттуда есть Сайланд. Два дня, 2 250 000 стоит. Собирают из Афеля, а потом у вас завтра. Это всё со снорклингом. То есть, ну, это полный комплект. Кто отдыхал, возможно, в Египте, в Турции, я не знаю, похоже, морские путешествия выезжали. Вас там остановили красивое место, там поныряли, там покормили. Если два дня, где-то переночевали в красивом месте и всё, и дальше поехали гулять, вечером вас привезли. Это спидбот. Вас повезут не просто на какой-то пароме как-то. Это спидбот с комфортом, быстро вы будете передвигаться, не будете там долго-долго в дороге, чтобы вас там укачало. Это всё быстро происходит и комфортно. Поэтому, если вы не знаете, чем заняться и думаете, как потратить время и деньги, то ищите вот такие точки, очень удобно. Он всё покажет, расскажет, предложит всевозможные варианты. Субтитры сделал DimaTorzok